На клетчатой бумаге поставлены три точки. Покажите, где можно отметить четвертую, чтобы получились четыре вершины параллелограмма. Точка, точка и точка. Так, а давайте сделаем так. Сначала я нарисую картинку без всякой клетчатой бумаги. Пожалуйста, пусть у нас есть три точки. Покажите мне, где может лежать точка, ну и нарисуйте соответствующий параллелограмм. Постарайтесь, пожалуйста, точнее, чтобы красиво было. Глазомер у вас плохо сработал. Вам нужен параллелограмм. Смотрите, что значит параллелограмм? А вы пролилочи, да. Вы должны вот этот отрезок отложить от точки С. Будет значительнее. Вот здесь. Хорошо. Давайте эту точку обозначим, скажем, Х. И, пожалуйста, нарисуйте параллелограмм. А, Б, С, Х. Отлично. Параллелограмм получился. Но это не единственный. Давайте дальше. Опять. Глазомером очень плохо. Очевидно не так. Кстати, вот так. Не рисуйте, а просто пальцем покажите, как с вашей точки зрения. Не надо рисовать, я попросил. Да, будут. Следующая вершина? Параллелограмма. Первая, вторая, третья, четвертая вершина. Покажите. Раз. Два. Третья. Да. Четвертая. Четвертая. Отлично. Переставайте, смотрите. Вот как выглядел вектор СХ. Это был вектор БА. Согласна? Да. Замечательно. А здесь вам нужно вот это сюда. Это, понятно, это один отрезок. Отключайте, ставьте точку. Это будет точка И. Хорошо? Ну, давайте пунктирные линии. Y, C, B, A. Ну, соедините. Да, да, да. Все понимают, что это делает? Да. Рисует параллелограмм. Так, отлично. На самом деле есть еще. Что здесь? Вот этот отрезок должен равняться этому, да? Вот это вот некая точка Х, это некая точка Y, это некая точка Z. Что здесь важно? У параллелограмма противоположные стороны равны и параллельно, да? У этого параллелограмма противоположные стороны равны и параллельно. У этого тоже противоположные стороны равны и параллельно. Ребята, а вы понимаете, что на самом деле картинка – это то, что называется? Франктал. То, с чего мы… Что? Франктал называется. Страшная штука, когда вместо знаний вам в голову вкладывают громкие слова. Ребята, понимаете, любую науку можно или учить, как науку, узнавать, как одно устроено, как другое, как это. А можно узнавать, что называется, у меня по этому поводу была такая беседа, даже не беседа, а просто в Лиссабоне один физик, между прочим, вполне замечательный физик, профессиональный, он работает вполне себе по профессии и много всего интересного делает. Так вот, он пришел к нам на летнюю школу в Лиссабоне в прошлом году прочитать лекцию школьникам. Отлично. Рассказывает. А вот, ребята, давайте я вам расскажу, как работает ускоритель элементарных частиц. Замечательно. А вот давайте подключимся, посмотрим, ну там, в интернете картинки, такую, 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 а вот это ускоритель настолько-то, там, электрон-вольт. И пытается дальше идти. Я его спрашиваю, стойте, а давайте остановимся и давайте все-таки скажем этим школьникам, а там были школьники совсем младшего возраста, что такое электрон-вольт. Кстати, поднимите руки, кто знает, что такое электрон-вольт. Ага, ага, три человека. Отлично, начнем с вас. Что такое электрон-вольт? Ну что? Единица света. Не громче. Единица света. А что такое единица света? Единица. Единица яркости. То есть, вот здесь вот у нас освещенность, да? Вот сейчас достаточно яркий свет. Выключим лампочку, станет меньше электрон-вольт, да? Так, ваша версия. Это единица измерения яркости света. Отлично, ваша версия. Это единица измерения, которые измеряют величины в квантовой физике. Ну, энергия связи, например. Отлично. В квантовой физике... Ну, что такое физика, более-менее понятно. Что такое квантовая, это какой-то отдел науки физики. Очень серьезный отдел. В квантовой физике измеряется... Что измеряется? В электрон-вольтах можно измерять... Взаимодействие кокосов. Скажем, что-нибудь вот из нашей жизни. Ну, наша линия... Да. Можно ли в электрон-вольтах посчитать... Какую реальную величину? Понимаете, я же с элементарными частицами все-таки редко имею дело. А вот из моей практической жизни что можно посчитать? Ток. Заряд. Неверно. Нет. Электрон-вольт это не заряд. Не знаете. Но только в квантовой может, да? Отлично. Есть такая квантовая физика. Заметьте, отлично от всей физики. Будем в ней все измерять в электрон-вольтах. Отлично. Ваша версия. У вас уже нет версии. Отлично. Так. Сила заряда одного электрона. Что? Сила заряда одного электрона. Ну, сила заряда, это непонятно. Да, что у вас? Электрон-вольт, электрон-вольт, можно, например, в вашей жизни измерить. Во-первых, можно измерить вес, вес человека можно измерить. Вес человека? Сильно. Ребята, ну, если честно, вес человека действительно можно измерить в электрон-вольтах. Единственное, что называется, это в том смысле, что человек тоже энергия. Вот, если меня вот всего превратить в энергию, то, конечно, тогда можно. Господа, электрон-вольты – это произведение, действительно, заряда электрона на тот самый вольт. А вольт – это что такое? Это единица измерения тока. Тока? Неверно. Силу тока. Неверно. Заметьте, Коля был на той самой лекции. Если честно, она была у нас там одна, длилась порядка часа, и я попытался того самого физику видеть. Слушайте, остановитесь на секунду в этой своей лекции, в этих самых словах про кванты, про непознанное в физике. Потратьте вы секунду времени и объясните, что такое электрон-вольт и что такое вольт. Не стало. Вольт, а колечко, измеряют разность потенциала. И вообще-то ты это обязан был бы уже знать. Что такое электрон-вольт, может быть, и не очень, а вот что такое вольт, неплохо бы знать. Вольт – это те самые, которые 220 вольт в розетке. Понимаешь? И это мог бы уже знать. Так вот, ребята, это чудовищно неправильный способ изучения науки. Он произнес правильные слова. В электрон-вольтах измеряют энергию взаимодействия, лентарных частиц и так далее. Но, ребята, энергию взаимодействия можно измерять и в калориях, и в джоулях. Это просто единица измерения. И она ничуть не более научная, чем джоули, калории. Просто там, где геометрические частицы, там действительно заряд электронный является более… Ну, это, конечно, маленькие, и их мало. Заряд электрона является более естественной величиной, чем большие заряды, да? Там, в разносе слово «клон» – это огромный заряд. Вот лучше всё-таки говорить про заряд конкретного электрона. Но это вопрос чисто технический. Это так же важно, как считать в метрах, в сантиметрах или в тысячах миль. Вы не становитесь более физиком от того, что выучили слово «электрон-вольт». Вы не становитесь более математиком от того, что услышали слово «фрактал». А вот от любой конкретной математической теоремы, ребята, не надо учить слово «квантовая физика». А вот что такое вольт – неплохо бы знать. И как устроили простейшие электрические схемы, неплохо бы в вашем возрасте уже знать. Потому что как устроен там атомный реактор, вы можете понять, ну, понимаете, только на картинках теоретически. А вот как устроена схема электропроводки дома, не надо ничего ломать и не надо ничего закорачивать, да? Но, тем не менее, спросить у родителей, а что такое электрический провод, неплохо было бы. И это прочистило бы вам мозги, да? Так, всё понятно или непонятно? Всё, отлично, спасибо. Спасибо. Теперь быстро рисуем то же самое на клетчатой бумаге. Продолжение следует... Между прочим, ребята, я очень много лет писал статьи для журнала «Квант». Так вот, я докладываю. Все годы существования, он с 1772 года работал, и сейчас всё существует. Журнал «Квант» обладал одной важнейшей особенностью. Там старались всё давать с доказательством. Вот, между прочим, очень о сложных вещах «Квант» рассказывал, но всегда старались, чтобы, если ей там тематическая статья, пожалуйста, можно, да, один абзац про какие-то там сложные вещи, которые не входят в школьную программу, в которой школьник хватит. Замечательно. Но чтобы всё содержание статьи, чтобы оно было понятно, и чтобы оно было с доказательствами. Это принципиально важно. Потому что как только вы говорите «учёные доказали», то, чем вы занимаетесь, начинает ничем не отличаться от какой-то там религии. Понимаете? «Учёные доказали», а дальше может идти любой текст. Абсолютно бессмысленно. Потому что вы никак не проверяете, доказали вам это учёные или нет. Вот они, точки А, В, С. Кто пойдёт, поставит X, Y, Z? Давай. Прямо вот так, как здесь нарисовано. В узлы клетчатой бумаги. Как пройти от точки В к точке С? Нет, на картинке. Какие координаты вектора В, С? Нет, вот здесь надо смотреть. Есть вектор В, С. Какие координаты этого вектора? Насколько мы сдвигаемся вправо, когда идём от точки В к точке С? На сколько? Неверно. Не поняла ничего. Мы для того и нарисовали клетчатую бумагу, чтобы вы не пытались посчитать, ну, вот этого отрезка. Дело в том, что здесь два, здесь один. Вот это, на самом деле, больше, чем два и меньше, чем три. Мы отдельно смотрим на сдвиг по горизонтали и отдельно на сдвиг по вертикали. Повторяю вопрос. Чтобы от точки В дойти до точки С, насколько надо сдвинуться направо? Насколько клеточек? Насколько клеточек? Насколько клеточек направо нужно сдвинуться, чтобы пройти от В в С. Нет? Нет! Смотри, ты сдвигаешься на одну вправо и на две вниз. Заметьте. 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 Я вот все время говорил, но мне казалось, что все понятно. Оказывается, что это надо подробно прорабатывать. Еще раз. Вектор ВС. Это вот что такое. На одну клетку. Нет, не одну. На две вниз. А вот теперь ты должен обнять и от точки А пройти. На одну клетку направо и на две клетки вниз. Ура! Ставим сюда точку Х. Будь добра найти точку Y. Y, да, молодец, молодец, хорошо. И теперь, боюсь, что роста не хватит, но все равно надо. Поставь, пожалуйста, точку Z. Победа. Ура! Ура! Победа. Ну, букву не удалось? Не, не победа. Абсолютно не победа. Почему не победа? Потому что зато изменить как минимум надо сместить на векто минус один. То есть ты хочешь сказать, что это не параллелограмм? Да. Это не параллелограмм? Нет. А это правда не параллелограмм? Вы не угадали. Надо продлить отрезок VY. Пожалуйста, посмотри на картинку и найди правильное место для точки Z. Продлить отрезок VY. А теперь заявление. Не относитесь к тому, что сейчас происходит... Нет, на льду клетку вниз. Да и само это поносить. Не относитесь к тому, что сейчас здесь происходит, как к Олимпиаде, как к тесту, как к способу разделить вас на умных, средних, глупых. Любой человек способен забраться из самых веточек. Просто у кого-то на это потребуется 2 минуты, у кого-то 10 минут, у кого-то 5 секунд, у кого-то час. Способен это любой человек. И главное, что это надо сделать. Я уверен, что она не одна такая сейчас. Пожалуйста, чтобы у вас в тетрадях возникло. Еще раз посмотрите. Может быть, на страничку назад вернитесь. Посмотрите. Пожалуйста, те, кто понял, потерпите сейчас. Все остальные попытайтесь разобраться. Книжка перед вами. Мозги включите. Давайте начнем. Так, где точка? Неверно. Неверно. Смотрите, что на этой нашей картинке было главное. Вот это должна быть одна прямая. Это должна быть одна прямая. Это должна быть одна прямая. У тебя уже есть точки X, Y, ну и А, В, С. Да, изначально? Значит, надо узнать, где же будет точка Z. Вот так идти. К чем? Нет, надо из точки Y пойти, дойти до точки B и потом в ту же самую сторону, на такое же расстояние. Плохо? Ты не отсчитываешь по клеточкам? Можно я? Нет, нельзя. Твоя проблема в том, что ты идешь, что называется, косо. А тут вся идея состоит в том, чтобы считать отдельно, сколько вы клеток прошли по горизонтали и сколько по вертикали. Может быть, вы знаете, есть, по-моему, в Нью-Йорке такая система улиц, когда есть два направления. Господа, есть присутствующие? Кто-нибудь в Нью-Йорке был? Отлично, расскажите. А, не помню. Была, но не помню. Да. Нет, просто, к сожалению, я тоже не был, но рассказывают, что там, в отличие от многих городов, скажем, от Москвы, которая такая кольцевая, что там система достаточно простая, в том числе, что есть два направления, да? И, соответственно, чтобы попасть из одного места в другое, вы должны сколько там улиц в одном направлении и сколько там вертикулярно. От Y до B, чтобы дойти, на сколько клеточек надо сдвинуться влево? Неверно. От Y до точки B. Насколько? На? На? На 3. Отлично. А по вертикали на сколько? А? О, совсем плохо. Давай рисовать. Вот он есть у нас, вектор B и V. Так, что такое вектор, АПЕР? А? Что такое вектор? Давай считать. Здесь вот три клеточки, здесь одна. Теперь мы должны ровно такой же преугольник пририсовать сюда. Три клеточки и одна. Теперь 244-я. на клетчатой бумаге нарисованы две точки. Добавьте к ним еще две, чтобы четыре полученные точки были бы вершинами квадрата. А дальше очень важная штука. Автор книжки пишет. Вариантов не два, а три. Он просто понимает, что, скорее всего, школьник ошибется. И, скорее всего, школьник придумает два варианта, а ему нужно, чтобы школьник все-таки понял... Ну, отрезок АБ может быть диагональю или стороной. Итак, ребята, вот они, две точки. Вот здесь отрезок АБ. Молодец! Тут? Все, все, все. Все, именно здесь. Молодец. Вот такой квадрат. Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok